друзья привезли нас в интересное место то есть вдоль канала можно погулять и много-много разных лодочек покажу сейчас моста как красиво припаркованных и там в них живут люди прям целыми семьями собак видели даже мы этот мост проезжали уже знакомы и на вот сверху эти все лодочки которых люди живут здесь так шумно потому что я прям на мосту возле дороги стоит рыба видно здесь есть он ловит рыбу внутри зато похоже как мужчина делает сейчас возможно напросимся как-нибудь в гости посмотрим что там внутри тут вот это вообще как целый дом большая такая это привет вот а внутри если видно лодку можно на прокат тоже взять royal-канал это называется на той стороне прямо огромные посмотрите с этими солнечными батареями наверху там явно люди живут круглый год в этих лодках видно солнечные батареи гораздо дешевле чем снимать ценниками с такими на аренду жилья мне кажется тут конечно так колорит не смотрю на крышу садик сделали себе небольшой надо напросить там тоже собака вон живет на лодке прям надо напроситься кого-нибудь гости уточка отлывет красивая такая это не пресную воду здесь хранят дитя возит солнечная батарея наверх в таких еще животных я видела возят люди просто вдоль канала прогуливаются собачками вот здесь прям на берегу реки castle ног станция железнодорожный вокзал находится прям железнодорожные пути пусто вообще никого нету но сегодня суббота выходной сверху переходить сейчас идем в ту сторону какие красивые цветочки что это за цветы даже не знаю спустились и пахнут таким медовый прям запах большой куст покажу вот это целое можно сказать дерево даже такие красивые цветочки и У кого какие идеи, для чего вот такие везде переходы всегда ставят? Извилистые. Потому что если бы кто на велосипеде ехал, была бы скорость большая, опять надо затормозить, а там поворот. Ну да, логично. Чтобы безопасности. Чтобы не сбили. Даже когда бежишь, все равно забируешься. Ну да, чтоб... Не, ну да, логично. Хватит. Отпрощайся. Молю себе. Мамочка с маленькими уже. Много там их. Так интересно. Здесь вот проходит над рекой Модерн уже. Там трасса скоростная. И вот впереди, если видно вот это вот, еще сохранился старый совсем мост. А когда-то ведь он был здесь один. И этого ничего вокруг не было. Все расстраивается. Очень много машин стало. Вот сколько здесь живем, это первый раз. Это мост, через который проходит река. Вот мы много-много-много раз проезжали вот там вот. По мосту. Либо под мостом. Но никогда, чтобы мы прям вот идем. И вот этот мост. И через этот мост проходит река. Очень, конечно, необычно. Наверное, это единственный мост для реки, который я, в принципе, когда-либо видела. Очень здорово придумали, чтобы не нарушать природу. Ниждан и Ниганан оказались в Оке. И Гарюль скажет, что мы сюда заехали. Купили ванночки для обуви. Очень удобные. Стоит деваться, они гнутся классно. Баши-баши. Такую доступную мобильку купили. Неожиданно. Нашли, долго искали. Сейчас мы идем, покажем, что можно купить, покушать вкусным поводом. Здесь можно купить... Ой, мы не сюда. Гарюль. Нет. Да. Туда мы идем на кассу. А потом, когда мы выйдем, покажем, здесь можно купить очень классные вкусняшки, если на быструю руку хочется приготовить. Пока не буду говорить, что очереди большие. Сейчас только надо найти вот такие блинчики овощные. Очень классно, честно, овощные. Но мы не за этим приехали. Вот. Тут можно купить драники. Вот. Вообще по вкусу. Один в один как драники. И не надо ничего чистить. Тереть цена получается 2,25 за пачку. Хот-доги здесь еще есть. Такое не берем. Вот эти фирменные митбол, которые в океи здесь можно покушать. Цена... Так-так-так, где цена? Ну, наверное, это 2,55 либо 4,50. Вот такие овощные мы покупаем. Очень вкусные. Тут разные есть эти митболы. 3,25. Рыба. Можно посмотреть. Это замороженный лосось. 6,45. Вода. Традиционные печеньки такие здесь. 3,95 продаются. Это как... gingerbread. Они немножко такие остренькие. Хлебцы, я так понимаю, это. Да. С семенами разными. Тоже стоит 2,25. По-моему. Немножко непонятно на самом деле с ценами. Потому что смотришь на одну цену, потом там что-то другое написано. Ну, есть лимонный лимон на укропный соус. Никогда такой не пробовала. Разные джемы. Вот, это очень интересно. Что это за джем? Клаудбери джем. Органик. Ну, ничего себе. 5,95. Даже интересно, что это за ягода. Кто пробовал, подскажите. 5,95 за баночку. Такое тоже интересное. Апельсины. И... Elder Flowers тоже. Не знаю, что это такое. Органические джемы. Как они отличаются? Вот мне просто интересно. Органические, неорганические. Что там придумать можно еще в джемах? Сахар и ягоды, по идее. Ну, вот. Постоянно что-то изобретают. Такие булочки замороженные. 2,99. С корицей. Такие с корицей тоже. 2,25. Выглядит, кстати, очень даже аппетитно. Свежие такие, мягенькие. Так что пойдем, возьмем драников и овощных вот этих таких блинчиков. Пару пачек. Давайте пройдусь еще, посмотрю, что там еще продают. Такие соки. Уже конкретно так пылью покрылись. Не особо тут их берут, видимо. 3,75. Такие напитки. Как вкус. Со вкусовыми добавками 1,95. Кстати, для латы другого цвета можно взять парочку для разнообразия. Сейчас Игорь у меня придет, то у меня руки не свободны. Не могу. Ну и разный кофе. Кофе мы здесь никогда не брали. Вот это заменители молока. Это растительное молоко. О, вот это овсянка, наверное. Овсяное молоко. 2,45 пачек. Кофе вообще без понятия какого качества. Ну вот это в бабах 3,50. Описано органик. О, это для экспресса такие чашечки или для турецкого маленького. Для турецкого кофе маленькие чашечки 1,50. Всегда много народу. Можно купить хот-доги. Цена евро 75 милпболз и хот-дог 2,80 с напитком. Вегетарианский хот-дог 90 центов. О, Гарюня уже купил? Пошли? Пошли. Все, конечно же, мы выходим в Сакии уже с покупками. Гарюня полные руки. Тоже угрохнется. Сейчас я возьму от себя помогу. Спасибо.